Доброе утро, дорогие друзья! И у нас в гостях очаровательная, всеми известная, всеми любящая. Дима, да. Наша прекрасная, заслуженная артистка Кыргызской Республики Гульнара Таланбаева у нас в студии, озарила нашу студию таким прекрасным настроением и позитивом. Доброе утро! Самое вкусное, самое интересное оставили на десерт. Ведущие, доброе утро, телезрители, всех-всех вас рада видеть этим дождливым, прекрасным утром. Все равно прекрасное, да? С наступающим вас. Спасибо огромное. Вас также с наступающим. Ну и раз уж эта тема пошла, так сразу, чтобы у женщин поднялось настроение, наверное, да. Поздравляю всех женщин, которые смотрят сейчас нас с наступающим праздником, 8 марта. Желаю, ну я не знаю, женского счастья, семейного благополучия, да. Чтобы дети радовали, муж радовал, на работе все радовали, поздравляли. В общем, всем отличного настроения, не только сегодня-завтра, но и вообще всегда. Замечательно. Мне, знаете, некомфортно стало, все-таки чувствуется этот профессионализм, пожалуйста, передавим, можете вести программу. Хорошо, давайте, давайте. Прям подавились все равно, чувствуется опыт, знания. Да, да, да. Так тяжело. Как бы, ну не надо, все нормально, вы ведущие. Слушаю, поведусь, говорите, спрашивайте. Как проходит сейчас ваше творчество, как продвигается, какие планы, что у нас впереди, что нас ждет всех ваших фанатов? Я, кстати, один из них люблю. Да, спасибо, спасибо большое. Ну, в плане творчества оно у меня чуть трансформировалось, перешло больше в творчество детей, именно продвижение, поиск талантов, как бы продвижение их не только в Кыргызстане, но и на международном уровне. Вот, потому что, вот буквально, не буквально, а какой, пять лет назад я придумала проект Кейджи Тай. Он начинался с конкурса юных талантов Кейджи Тай, с телевизионного конкурса. Конкурсов много, но телевизионные, на телевизионные не все замахиваются, потому что там двойная сложность. Там не только надо конкурс организовать, там надо еще сам процесс телевизионный организовать, и чтобы он выходил в эфир, это вот монтаж, постпродакшн, и он был понятен зрителям. Это вот, знаете, достаточно заслуженное дело я к этому взялась, но ничего. За эти годы я набралась достаточно хорошего опыта, очень много талантливых детей через наш проект прошло. И мы уже ездили благодаря Кейджи Тай, я с талантливыми нашими детьми, мы побывали на Новой Волне в Сочи. Мы побывали на Славянском базаре, это в Белоруссии, в Витебске. Мы наши, вот буквально наша воспитанница заняла гран-при в Москве на международном фестивале-конкурсе, есть Токи называется. Вот, и вообще наши воспитанники уже как бы достаточно хорошо идут, они уже участвуют в... Участвовала вот наша воспитанница Central Asian Got Talent вот в этом проекте, в Османии в финал пробралась, вот та же участие наша. Ну и в общем, есть участница, которая в Алма-Ате выиграла, заняла первое место в конкурсе «Бастургай». Тоже очень серьезный вокальный конкурс, простите. И, в общем, такими шагами мы сейчас идем, но, конечно, огромная часть работы делается здесь, в Казахстане, потому что тем, что мы распространяем и как бы пропагандируем искусство, культуру среди не только детей, наш проект смотрят и взрослые тоже, я считаю, что мы вносим такой достаточно хороший свой вклад в развитие искусства, в культуру в целом в нашем обществе. Замечательно. Вот как у вас возникла данная идея реализовать такой прекрасный проект? Ну, одним из притечей, скажем так, этого, этой образования, появления этой идеи, был клип «Глюбкой». Вот, и, как-то я помню, есть такой известный режиссер Нурлана Самбеков, мы с ним встретились на одном мероприятии, и вот он мне много лет назад как-то сказал, говорит, вот этот клип твой, он очень удачный, очень удачный, вот подумай что-то типа «Утренней звезды». Вы помните, да, это вот на российском телевидении была программа «Утренняя звезда» тоже с Николаевым? Они тоже отыскивали таланты, вот Аня Лорак вообще оттуда, вот с этого проекта вышла, да, и вот он меня натолкнул на вот это вот, какое-то направление дал. Мне эта идея как-то где-то откликнулась в душе, и я включила такой вот поиск, да, как бы вот поиск идеи, и, ну, и не хочу как бы из этого делать секрет, я пошла вот пять лет назад, весной я была на одном из мотивирующих семинаров, вот, и на этом семинаре после него я вот как-то раз… Подъемка. Да-да-да, получился такой подъем, думаю, нет, надо сходить, надо уже вот что-то такое начинать. И я приступила к этому проекту, начала с названия, объявила конкурс на название. И оригинальное название, кстати. Да-да-да, вот из многих-многих вариантов, которые мне прислали в соцсетях, я выбрала вот это название, у меня были эксперты, да, радиоведущая Эль Мартурс Налиева есть такая, и поэт, песенник у нас Крялбек Курмамбетов, вот они были моими экспертыми, они мне помогли выбрать, ну, и мне самой тоже это название больше всего понравилось, потому что оно было очень современное и емкое. Да, запоминающиеся. Да, Кей-Джи – это международная аббревиатура Кыргызстана, а Тай – это такая уменьшительная, ласкательная приставка, обращение к ребенку, приставка. И вот у меня есть друг в Казахстане, он хореограф, он тоже пытался что-то Кей-Зе-Тай, что-то такое сделать, но у него сюда оно не сочлось там, и он сделал просто Тай-Тай, балапан, что-то такое, вот такое конкурс. А вообще по жизни что вас мотивирует? Что мотивирует по жизни? Ну, это, наверное, какое-то понимание своей миссии. Ну, к этому пониманию я тоже пришла не так давно, потому что с годами начинаешь задумываться о смысле жизни. Особенность появляется. Да, 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 что мы в этой мире, что мы должны сделать, что привнести в этот мир, как его улучшить, да? И вот это вот понимание своей миссии я в какой-то момент думаю, значит, я, видимо, через свое творчество должна как бы увеличивать количество радости, счастья через творчество детей, через свое творчество, конечно же, через творчество детей и их развитие, их продвижение. Ну, единственное, свое творчество, оно чуть-чуть назад вот отодвинулось. То, что времени не хватает. Да, 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 просто дефицит времени. Ну, и такой вопрос. Сейчас очень многие молодые люди пытаются стать известными, как говорится, хайпануть. Да, да, да. Вот вы, как человек, все-таки известный, всеми любимый. Ну, не знаю, кому как, но я, допустим, люблю вас всегда, смотрю. Спасибо. И вот каково вот вам живется, вот все-таки, как известно, помогает ли это где-то в жизни, может, в каких-то примерных ситуациях? Плюсы-минусы, да? Да. Да, ну, в общем, как и у каждой медали, есть свои плюсы и минусы. Оборотные стороны. Плюс в том, что тебя узнают. Тебя, ну, по крайней мере, в Кыргызстане. Хотя бывает, где-то в Москве тоже хожу, и автографы даю, и селфи делаю, но с нашими, да, с кыргызстами. Вот. И какие-то, может быть, двери чуть быстрее открываются. Где-то, может быть, имеешь влияние своим каким-то авторитетом, можешь чуть-чуть так надавить. Я очень человек такой мирный и деликатный, но, тем не менее, иногда бывает, что пользуюсь, да. Ну, очень мягко так. Да, ну, как бы, есть свои плюсы. Вот где-то, наверное, вот это. Больше, как бы, внимания, больше уважения бывает. Хотя уважение тоже, знаете, оно такое двоякое. Как-то пришла в поликлинику с болеющей дочкой, мне очередь никто не уступил. И сказали, у нас тоже дети болеют. Ну, ладно, хорошо. Вот так вот тоже бывает в жизни, да. Ну, а минусы, минусы. Это уже большая ответственность, социальная ответственность, потому что уже надо нести, давать отчет к этому своему слову, действию. Даже в тех же соцсетях. Просто в жизни, как бы, несешь уже, как бы, я, вот, например, да, вот, относительно себя, четко понимаю, что я, на меня смотрят, и я могу быть примером тоже чего-то либо хорошего, либо плохого. Но я выбираю хорошее. И я стараюсь своей жизнью, своим поведением, своим отношением к людям быть примером чего-то хорошего. Замечательно. Тогда для тех всех, кто сейчас смотрит нас и хотят, ну, вообще для молодых, кто хочет стать известным, популярность, она очень двояка. Так что будьте осторожны. Она может вас либо погубить, либо превысить прям так. Да, да. Это уже как будешь пользоваться уже, в принципе. Да, да, да. Вот, да, вот, все нам дается, как мы используем. Тот же интернет, например. Мы его можем использовать во благо, и точно так же можем во вред использовать, да. Как бы, это уже за нами выбор. Ну, и, конечно, мы знаем, что у вас очень много определенных школ, студий, вы преподаете. А вот для взрослых ребят, если вы преподаете, даете ли знания, делитесь ими, приходят ли? И еще такой вопрос будет. Да. Все-таки очень много у вас учеников. Есть ли все-таки среди них любимцы? Не будем назвать имена, мы просто все-таки, как у преподавателя, интересность. Ну, да, да. Во-первых, у нас, кстати, только пока одна школа талантов, вот мы ее так называем, школа талантов кей-читать. Пытались открыть в микрорайоне, но пока что-то не получилось. Но самая основная, которая располагается в русском драматическом театре «Офис-303». Вы понимаете этот момент? Да, она работает, действует. У нас отличные педагоги. И вокал, у нас там на вокал могут ходить, в принципе, у нас ограничений нету. И главное ограничение, это у человека должен быть музыкальный слух, какие-то вокальные данные и желание. А так в возрасте только минимум, да, от 5-6 лет берем. И без границы. И без границы, да. Могут и даже бабушки приходить, если им хочется, была давняя мечта раскрыть свои вокальные данные, там, заняться вокалом, без проблем. Двери нашей школы открыты. Как вы ранее сказали, то, что вот с годами у человека появляется осознанность, уже понимание того, что надо делать, как надо делать, и вот с таким осознанием, с таким пониманием. Что бы вы себе сказали, себе по 17-летней? Я 18-летней себе сказала бы, будь смелее. Прошу прощения. Будь смелее. Будь даже где-то наглее. Наглость второе счастье, что же вы? Ну, не, ну, как бы, тут не настолько, конечно, счастье дает, но мне, может быть, вот этого не хватило. Вот за те годы, что смелости, где-то даже наглости. Иногда необходимо, да? Да, да, иногда это даже нужно. Как говорит, есть такая фраза Аллы Пугачевой, добро должно быть с кулаками. Ну, не настолько, конечно, но наглость тоже должна в миру быть, оказывается. Ну, и, кстати, затронули немножечко, я хотел как раз задать этот вопрос российскую эстраду. Как вы вот сейчас относитесь к таким очень уважаемым, не будем назвать имена, конечно, уважаемым таким артистам, которые, они очень имеют большое звание, но сейчас начали снимать такие клипы определенные, ставят себя такими, пытаются 18-летние. Может быть, у них кризис какого-то там возраста, я так думаю. Как вы к этому относитесь? Правильно это? Ну, согласно нашему менталитету, конечно, я считаю, что надо подбирать себе репертуар, образ, соответствующий где-то возрасту. Конечно, они стараются омолаживаться, но да, это кризис, скорее всего, я не знаю, кого вы имеете в виду, но есть плеяда целая артистов, которые поют красивые, хорошие песни. Единственное, это уже мода на телевидении, мода в интернете. Влияет очень сильно. Это вот влияет на них, на их выбор, на их выбор. На тренды, да, можно сказать? Да, 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 тренды. Они очень часто оголяются, там, часто поют немного бесшабашные, скажем, мягко, песни, но каждый делает свой выбор, каждый делает свой выбор, я считаю. А вот когда в жизни наступают моменты, когда нужно сделать очень важный выбор, на что вы опираетесь, и как вы делаете правильный выбор по-вашему? Когда есть выбор, ну, где-то равнозначных, но где-то можно обойтись внутренним ощущением, я делаю выбор по сердцу все равно. Интуиция, поскольку. Да, 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 интуиция или сердце, я не знаю, как это называется. Но иногда бывает, знаете, вот надо выбор сделать между однозначными вещами, но они разного плана, но они вот на весах, они равны, одинаковы. Тогда у меня есть вот просто вот такой метод, я пишу, называю это две бумажки. Пишу на бумажке, складываю одинаково, там выбор за первым вариантом или за вторым. Одинаково прям складываю, перемешиваю и кидаю. И беру. Вот на что упало, взор, да, что захотелось взять, то и беру, и уже как-то вот так даже бывает. Это свой лайфхак, да? Ну, можно сказать, да. Ну, еще нужно учитывать этот факт, все-таки кому-то из людей все-таки судьба всегда дает больше удачи, может, как-то больше внимания, а кому-то, ну, судьба сама знает, как себя вести, так что, видимо, кто-то любимый, кто-то не очень. Да, ну, и это, ну, есть вариант такой, что каждый человек делает каждую минуту выбор, каждую секунду выбор. Утром что одеть, сейчас вот что выпить или что сказать даже, да? У нас несколько вариантов, что спросить, но мы делаем каждую секунду выбор. И от нашего выбора будет зависеть, в какую сторону мы пойдем, по какому пути. Единственное, есть выбор мелкий, который вот незначительный, но есть выбор очень жизнезначимый. Вот там, конечно, надо очень серьезно подойти. Ну, и, конечно, нельзя себе в этом отказать. Все-таки всегда, когда замечается больше, допустим, если мужчина добился успеха, это как-то, ну, не так привлекает внимание, но когда это делает девушка или женщина, это всегда обращают такое хорошее внимание. И вы, как человек уже успешный, прекрасной половины нашей, дайте такие советы для вот молодых девушек, которые тут же вот что-то у них сейчас, какой-то период ломаются, что-то они хотят сделать, но не получают. Да, вдохновите их, с уловом, от вас. Ну, когда что-то не ладит, это показатель того, что где-то есть сомнения. И первым делом надо поработать с этими сомнениями, их устранить. Для этого надо поверить в себя, в себя, в свои возможности, в свои способности. И вот эта вот точка опоры, вера в себя, оттуда, да, подниматься. И если что-то в жизни не получается, говорит, каждая неудача – это такая тоже точка опоры. От нее можно оттолкнуться и пойти вверх. Поэтому не принимайте неудачу как разочарование в жизни. Принимайте ее как точку опоры, от которой вы можете оттолкнуться и подняться очень-очень высоко. Потому что очень много примеров, допустим, очень успешных людей, когда они в своих делах терпели крах. Ну а потом они останавливались, задумывались, находили, в чем они были неправы, свои ошибки, принимали их во внимание и шли опять наверх. Поэтому вот надо побольше брать, наверное, примеры от таких людей, которые смогли, несмотря ни на что, подняться, даже упав. И даже при том, что было больно, подняться и достичь каких-то высот, каких-то успехов. У нас в гостях прекрасная, очаровательная, солнечная, дарящая энергию киприда из моря выходящая. Ну а чтобы не гордиться, все-таки всегда приятно же, конечно, все-таки из нашей страны, из Кыргызстана. Добились успехов, радуйте нас песнями. Ну и в преддверии 8 марта я вам желаю счастья, любви, благополучия всем вам, вашей семье, всей вашей, ну если у вас в семье женская половина, всех для них, ну и вашим мужчинам сказать, как же вам повезло. Ну и все женщины. Всегда оставайтесь такой же лучезарной, прекрасной и, конечно же, крепкого здоровья вам и вашей семье. Спасибо, что пришли к нам, подарили такое прекрасное настроение, вдохновили нас, можно сказать. Спасибо вам за прекрасные пожелания, за теплые отношения ко мне, за эфир предоставленный. Всем вам спасибо, хорошего всем дня, несмотря на дождик. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok